В 2009 году на основании указа 510 президента в стране сформирована целостная система контроля. Тогда мы полагали, что это оптимально, что эта система будет работать. Спустя 8 лет, в 2017 году, она была комплексна, эта система модернизирована, исходя из потребностей государства и общества и потребований особо плачущих и перетрудившихся, и особенно кого-то эта система слишком уж наклоняла, потому что невозможно было работать, слишком много было проверок. Вернулись к этому, усовершенствовали в 2017 году эту систему. Пересмотрен был перечень контролирующих органов, сокращены дублирующие сферы контроля, ужесточены требования к назначению проверок и работе контролеров. Как результат, Комитет государственных контролей ежегодно информирует о снижении проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования. Согласно отчетам КГК, в прошлом году по сравнению с 2019 годом общее количество проверок сократилось почти на 30%. В 2019 год – 8,822 проверки, в 2023 году – 6,5%. Однако следует признать, что на фоне улучшения статистических показателей по-прежнему не изжиты негативные тенденции в данной сфере. В частности, под видом профилактических форм контроля, разного рода мониторингов, технических осмотров, порой проводятся полноценные проверки. Ну что такое полноценная проверка, все прекрасно знают. Это по содержанию и по времени. Иногда там сидят месяцами, когда можно все сделать за несколько дней. В целом по стране вырисовывается цифра в 300 тысяч таких мероприятий в год, ну якобы профилактических. Согласитесь, впечатляющая цифра. И только после того, как я указал вам на недопустимость такого подхода, цифры снизились примерно наполовину, если снизились. К сожалению, так и не прокращалась практика многократных посещений одного и того же предприятия по идентичным вопросам. Контролеры, приходя один за другим, требуют предоставлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической вознёй и ловлей блог, как в народе говорят. Вот с этим не могу не согласиться. Приведу конкретный пример. В период уборки зерновых, июль-август 22-го года, проверяющие посетили Оснежицкое, только вдумайтесь, 49 раз. По-моему, Оснежицкое – это не самое худшее хозяйство в стране. Не самое худшее. О, О, Оснежицкое. Твоё? Да, да, моё, пенское. Так а что оно, плохое хозяйство? Среднее хозяйство Пинского района. Среднее? Да. То есть туда можно иногда и ездить, просто отдохнуть, никого не напрягая? Я думаю, что да. 49 раз. Что там можно было делать? Но если кто-то не согласен, что такая цифра на самом деле, ну так давайте перепроверим. Для меня это невероятно. Записи, правда, в книге учёта проверок сделали дважды, только дважды. И как мне докладывают помощники президента и губернаторы, подобные примеры, увы, не единичны. Я тут сделаю скидку, что губернаторы немножко натягивают им, надоело и не хочется, чтобы проверяли. Ну, помощники, они не только помощники президента в основном, но и помощники уже губернатора стали. Поэтому я тут скидку делаю, но, увы, дыма без огня не бывает. Самое возмутительное то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало было бы проверять. По-другому нельзя объяснить случай, когда мне нужно лично вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием. Усилия проверяющих часто направлены именно на поиск недостатков и применение штрафных санкций. А надо было на улучшение результатов деятельности предприятия. Нам не штрафы нужны и наказания, или какие-то санкции, а улучшение работы предприятия. В этой связи я поручил по требованию от правительства до помощников президента, губернаторов и других кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы. Во исполнение данного поручения правительством подготовлен проект указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Его разработка велась более двух лет, аж два года. О, пример показали, а. Администрация президента и правительство крутили его несколько раз, подключая все заинтересованные ведомства. В результате проект содержит ряд новаций. От смещения акцентов в работе контролирующих органов в сторону профилактики до выведения прокуратуры из-под сферы действия указа номер 510. В беду значимости этого правового акта для страны окончательное решение будет принято мной только после нашего всестороннего обсуждения. Правда, хотелось бы, чтобы после обсуждения два года не проходило, как вы готовили этот проект. Хочу услышать от присутствующих ответы на следующие вопросы. Во-первых, смогут ли наши предприятия после подписания этого документа работать эффективнее, получат ли долгожданное снижение проверочной нагрузки. Во-вторых, не будет ли ослаблен контроль. Я сейчас говорю про те сферы, где существует реальный риск причинения вреда национальной безопасности жизни и здоровью граждан. В-третьих, все ли проблемные вопросы мы решаем. Или, как всегда по принципу, поговорили, у того проблемы, противоположные стороны проблемы. А, давайте посередине компромисс найдем. Что думает на этот счет межведомственный совет по контрольно-надзорной деятельности? Хотел бы кратко, содержательно, по существу услышать предложения и высказывания. И, упаси вас Господь, разворачивать тут у президента дискуссию по каким-то конкретным принципам. Я так полагаю, вы же сюда пришли с окончательным результатом. Вот давайте посмотрим на этот результат. Но еще раз хочу предупредить, никакого давления на предприятия, организации, на субъекты, хозяйственные и прочее, и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. И плача и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться, контрольные и прочие органы, правоохранительные, к нашим предприятиям, как к своим детям. Они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Система должна быть выстроена, и она должна работать. Николай Геннадьевич, вы будете докладывать? Пожалуйста, регламент знаете. В соответствии с поручениями вашими, действительно, об изменении стиля и методов работы контролирующих надзорных органов, правительством, в плотном взаимодействии с Комитетом государственного контроля и администрацией президента, подготовлен проект указа, направленный на решение указанных вопросов контрольной деятельности. За два года. Непростой, товарищ президент, указан. Ну, за два года. Да. К сожалению, да. Предусматриваются два ключевых направления. Первое. Минимальное вмешательство со стороны государства в деятельность субъектов хозяйственной, о чем вы акцентировали во вступительном условии. Исключается излишний контроль за счет сокращения проверочных мероприятий и, самое главное, дублирующих функций проверяющих. В этих целях проектам указа предлагается Первое. Установить периодичность проведения мониторингов, не чаще одного раза в три месяца. Вести запрет на проведение мониторингов в течение года после проведения проверки. За исключением, товарищ президент, случаев наличия сведений о нарушении законодательства. Вести обязанность проверяющих регистрировать в книге учета мониторинги и мероприятия технического характера. Это существенно упорядочит практику их проведения, в том числе на том примере, который привели вы. В рамках корректировки Кодекса об административных правонарушениях в него будут включены положения об установлении ответственности проверяющих за невыполнение данной обязанности. Как вами и поручалось, товарищ президент, перечень мероприятий технического, технологического проверочного характера и порядок их проведения заложен в проект указа. Ранее он определялся Советом Министров. Данные мероприятия не связаны с проверкой хозяйственной деятельности. Основной целью этих мероприятий является предупреждение возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваний посредством проведения постоянного превентивного контроля надзора. Например, МВД наблюдения за уничтожением использования ампул, флаконов из-под наркотических средств и психотропных веществ. Минздрав расследования возникновения профессионального заболевания или подозрения на заболевание и т.д. Указанный перечень оптимизирован путем исключения дублирующих функций. Сокращается порядка 20 мероприятий, а также установлено ограничение по проведению данных мероприятий. Около половины из них будет проводиться в два раза реже, чем существующие сроки. Данные меры позволят существенно сократить количество контрольных мероприятий и сосредоточиться субъектом хозяйствования на основных производственных процессах. Одновременно проект указа предусматривает ряд мер, направленных на смещение акцентов от карательного уклона в сторону профилактики, о чем также вы сделали акцент. Предусматривается обязанность для проверяющих определять срок устранения выявленных нарушений, исходя из их специфики и объективной возможности устранения в установленных сроках. При этом может быть продлено однократно по ходатайству проверяемого субъекта. Предусматривается запрет на привлечение к ответственности руководителя и работников организации в течение года за нарушения, допущенные до их назначения на должность. Расширяется перечень грубых нарушений, совершение которых должностным лицом контролирующего органа может повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соответствующую жалобу проверяемый субъект может подать в вышестоящий контролирующий орган или в комитет государственного контроля. К таким нарушениям, например, предлагается отнести проведение мониторинга в местах, не являющихся общедоступными, без получения письменного согласия субъекта, а также требование предоставлений в ходе мониторинга документов и информации, которая не предусматривается в мониторингах, не внесение записи о проведении мониторингов и требования в ходе проведения мероприятия технического характера, сведений и документов, не относящихся к объекту проверки или к объекту, в отношении которого проводится данное мероприятие. Вводится, товарищ президент, система оценки эффективности работы контролирующих надзорных органов, исключающая привязку штрафов и предприятий и предполагающая влияние проверки на эффективность деятельности предприятия. В качестве таких критериев, в частности, планируется установить удельный вес предупредительно-профилактических мероприятий от всех проведенных, удельный вес отмененных решений или требований от внесенных, удельный вес обоснованных жалоб на действия контролеров в общем количестве жалоб. Соответствующие критерии будут определены правительством в отношении подчиненных ему органов органы и организации, подчиненные президенту Республики Беларусь, такие критерии разработают самостоятельно. Второе направление предлагаемого проекта указа – это усиление контроля для защиты государственных и общественных интересов, жизни и здоровья граждан. В этих целях проектом указа устанавливается возможность проведения оперативных проверок по вопросам соблюдения законодательства о ценообразовании, а также требований пожарной безопасности в местах пребывания свыше 300 человек. Расширяется перечень оснований для направления материалов проверки правоохранительным органам. Например, в случае неуплаты налогов на сумму свыше 2 тысяч базовых величин, на данный момент это 80 тысяч белорусских рублей. Закрепляются полномочия органов Госфармнадзора за осуществление государственного надзора за обращением не только лекарственных средств, но и медицинских изделий. Расширяется перечень оснований, когда могут быть назначены внеплановые проверки субъектов в течение двух лет со дня их регистрации. Например, к таким основаниям относится наличие информации о нарушениях законодательства. В этом случае проверка может быть назначена председателем Комитета государственного контроля. Поручение судов по находящимся в их производстве делам продолжение совершения выявленного в ходе мониторинга нарушения, то есть неисправления его. В целом, принятие указа позволит существенно снижить вмешательство контролеров в текущую деятельность предприятия, не ослабив при этом контроль в жизненно важных сферах. Своевременно выявлять системное нарушение законодательства и негативные тенденции в экономике и социальной сфере. Уважаемый товарищ президент, доклад закончил. Просим поддержать проект указа.